Пластик, бумага, стекло и металлы. Почти 2,5 миллиона тонн мусора. Именно столько отходов образовалось на Кубани в прошлом году. Масштабы особенно хорошо видны с воздуха. Глава Кубани вместе с прокурором края сегодня специально прилетели в Белореченск. Здесь Вениамин Кондратьев и Сергей Табельский проводят совещание по обращению с твердыми и коммунальными отходами. Место встречи выбрано не случайно. С декабря прошлого года горожане жалуются на местный полигон. По их словам, свалка буквально отравляет им жизнь. Мы хотим здесь жить, рожать, выращивать и прочее. Понимаете, не убегать. Межмуниципальный полигон работает уже три года. Он обслуживает пять районов. Обширонский, Белореченский, Туапсинский, а также Горячий Ключ и Сочи. В год сюда свозят более 150 тысяч тонн мусора. После первых жалоб на неприятный запах по поручению губернатора на полигон была направлена специальная комиссия, которая выявила нарушение при захоранивании отходов. При общественниках и местных жителях Вениамин Кондратьев интересуется у министра ЖКХ края о результатах проверки. По ситуации, которая была, то есть сегодня она может повториться либо нет? Сегодня она не повторится, ввиду того, что, как было отмечено, была нарушена технология. Данный факт мы его признаем. Он был обусловлен тем, что мало было количества техники, как вы отметили. Соответственно, были плохие погодные условия, и данная техника на полигоне смогла зайти и вовремя пересыпать тот мусор, который был завезен. На сегодняшний день количество техники увеличено в разы. Пересыпка ведется в объеме 30 сантиметров. Грунта засыпается, сфера того мусора, который завозится. То, что положено и по технологии. Вот, Евгений Владимирович, давайте так. Если ситуация повторяется, это Ваша личная и персональная ответственность? Безусловно. И в целом, еще раз подчеркиваю, займитесь конкретно. Проблемой она уже перезрела. Нужно, я готов, я уже сказал, и Андрею Анатольевичу, и Анатолию Анатольевичу, на всех уровнях пробивать решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов тогда уже посредством наших больших госкорпораций. Если инвесторы, понятно, не могут никак дебет с кредитом свести. Абсолютно верно. Дать оценку, как проводилась эта рекультивация или, скажем, захоронение. Посмотрим, насколько с помощью специалистов глубоко и какие объемы слои. Ну, что нужно провести процессуальную проверку, дать оценку действиям уже должностным лицам. На территории нынешнего полигона планируется возведение второй очереди на 13 гектарах. Однако местные жители предлагают перенести объект далеко за пределы своего города. Будет ли строиться новый полигон в Белореченске, решит специальная рабочая группа, куда войдут активисты, общественники, экологи. Губернатор уверен к вопросу, где будут располагаться такие площадки. Нужно подойти с четким алгоритмом действий, опираясь на мнение профессионального сообщества. От нас то, что туда мы будем везти чуть дальше, мы с этим согласны. Мы согласны с тем, чтобы мы будем платить чуть больше по тарифу за то, что перевезут ТБО в другой район, но чтобы от нас это убрали. Коллеги, вот здесь не соглашусь. Вы сегодня говорите одно, а потом, когда тарифы будут расти, с днем с огнем вас не сыщешь. И это я уже проходил. Я услышал и явно согласен с тем, что нужно пересмотреть еще раз подход. И если он неверен, значит его изменить. Все. С этим я согласен. Но это должен быть профессиональное, взвешенное решение. Не популистское. А так сейчас каждый будет вставать и в любой район мы приедем. И каждый говорит, где угодно, только не у меня. Неправильно будет. Неправильно. И почему здесь Андрей Владимирович сказал, помогите нам, жителей горячего ключа, и поверьте, там не только проснутся те жители, которые живут в 8-километровой зоне от этого потенциального полигона. Весь горячий ключ проснется. Взвешено подойти. Друзья, и там живут люди, и там дети, и здесь дети. Взвешено. Решение принимать, я уверен, нам, и я его приму, исходя из профессионального решения. Профессионального, где будет и логистика, и экология, и общественность. Но по-другому никак. Для меня все, весь край, все дети края одинаковые. Все, в каком бы районе ни жили. И жители все одинаковые. В каком бы районе ни жили. Для Краснодарского края, который ежегодно посещает порядка 17 миллионов туристов, вопрос утилизации отходов – один из самых острых. Сценарий, который сложился в Белореченском районе, не должен больше повториться, отмечает меня Мин Кондратьев. Тем более, что с 1 января в крае стартовала мусорная реформа. Цена таких ошибок – здоровье жителей и гостей региона. По новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами ставку делают на переработку мусора, а не на захоронении. По мнению главы края, такой способ утилизации уже устарел. То, что испытали на себе жители Белоречки, которые, я еще подчеркиваю, живут в зоне, которая прилегает к этой свалке, я их понимаю. Это не воздух, это определенная смесь. Непонятно из чего. То есть, естественно, ничего хорошего на здоровье здесь не будет. И точно оно не прибавится. Просто мусорные полигоны, даже современные, ситуацию в нашем крае не спасут. 17 миллионов отдыхающих плюс 6,5 миллионов жителей. Сколько нужно полигонов настроить современных? Да даже если настроим, ненадолго и хватит. Только перерабатывающие заботы. А вот он сказал президент. Четко и однозначно, что захоронение мусора должно быть от 3 до 30 процентов, а все остальное – переработка. Поэтому просто прийти, заниматься сбором мусора и увезти его, и свалить на какой-то полигон, даже современный, проблему, решить, да, но ненадолго. А потом она вывалится на наших детей и внуков, вывалится огромной горой мусора. Огромной. Получается, что решение мусорного вопроса не ограничивается лишь открытием современных, более экологичных, но все-таки свалок. Региональные операторы, которые займутся утилизацией отходов в крае, должны будут обязательно построить перерабатывающие заводы. Конечно, не каждый житель края обрадуется такому соседству, поэтому важно подойти к этому вопросу с математической точностью. Современную мусорную инфраструктуру будут строить с учетом логистической доступности и построения розоветров. Каждый из нас на их месте, я уверен, каждый здесь сидящий в зале, человек активный, волевой, энергичный, неугомонный. Он бы тоже не захотел бы мириться, если он жил бы рядом с этим полигоном, и они не захотели. Поэтому одно решение здесь может быть, это качественное решение проблемы и белореческого полигона, и в целом мусорной проблемы в крае. В противном случае будет количественное решение проблемы, которое приведет к расширению полигонов, даже если мы будем выдать огромные деньги на них. Но качества мы не достигнем. Краснодарский край согласно новой территориальной схеме разбит на пять зон уборка и утилизации мусора, в которых займутся региональные операторы. Мусорная реформа – важная часть нацпроекта «Экология». Ее реализация на ежедневном контроле краевых властей. К этой работе губернатор попросил подключиться в прокурорский корпус экологов и общественников. Для кого-то мусор – это деньги, а для кого-то социальная проблема. Вот для меня это социальная проблема, а для кого-то деньги и выдавливают, и пихают, и отодвигают. Это не пойдет. Потому что у нас здесь разные диалоги у меня с этими товарищами. Для кого мусор – это прибыль и большая где-то прибыль, а для кого-то это та проблема, которую надо решить. Для меня ее надо решить раз и навсегда. От того, насколько успешно в крае заработают новые подходы, в вопросе утилизации мусора зависит не только реализация национального проекта, но и в целом качество жизни на Кубани, в регионе, которая славится чистым воздухом, зелеными лесами и полями.